Еще одна организация на этой неделе заявила, что не будет работать в России. Это правозащитный общественный проект ГУЛАГУ.нет. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин. Обращение он опубликовал на официальном сайте. ГУЛАГУ.нет 9 лет занималась помощью заключенным, помогала им отстаивать свои права. Как пояснил Осечкин, прекратить деятельность они решили из-за того, что работать в привычном формате и рисковать жизнями координаторов проекта больше не могут. Мы сегодня пообщались с Владимиром и первый вопрос такой. Расскажите подробнее, почему решили больше не работать в России. В чем опасность сейчас? За последние несколько лет достаточно сложная ситуация сложилась, потому что вместо какой-то благодарности или какой-то государственной поддержки к нам идут постоянные какие-то обвинения, претензии за нами. Устанавливается на территории России слежка со стороны ФСБ и оперативников СИН. Целый ряд квартир и домов наших координаторов-экспертов подверглись обыску и пострадали эмоционально не только наши коллеги, но и их семьи. И все это эмоционально тяжело. Плюс постоянная госпропаганда по телеканалам РЕН-ТВ и НТВ, в которых часто каждый год распространяют какие-то фейки о том, что якобы есть какая-то финансовая коррупционная составляющая. В деятельности ГУЛАГу нет. Хотя еще раз подчеркну, с 2011 года мы в интернете, понимая, что репрессии приобретают в России просто катастрофический характер, что спецслужбы, силовики получили добро на любой произвол, особенно анализируя последние события с тем, что произошло и с отравлением Алексея Навального, и с тем, как над ним издеваются. И последний захват Романа Протасевича – это наш коллега, журналист, который был главным редактором СМИ Нехта. По сути, это главный хедлайнер, который освещал гражданские мирные протесты в Беларуси. И в том числе освещал очень серьезно и публиковал ценные, важные документы и видео о конкретных фактах произвола и превышения должностных полномочий с применением насилия со стороны сотрудников МВД и КГБ Беларуси. То есть, по сути, он участвовал в работе проекта, который разоблачал произвол и системный характер пыток и бесчеловечного обращения по отношению к задержанным и, в том числе, к мирным протестующим со стороны сотрудников спецслужб. И вот его, человека, который летел из одного европейского государства в другое европейское государство, из Афин, Вильнюс, из Греции в Литву, по сути, его захватили в ходе целой спецоперации, в которой, по информации наших источников, принимали участие и сотрудники КГБ Беларуси, и сотрудники ФСБ СВР России. То есть, мы понимаем, что, по сути, против журналистов, против борцов с коррупцией, против правозащитников государства, государственные аппараты в Беларуси и в России готовы задействовать полностью весь репрессивный аппарат, в том числе и спецслужбы. И вот, в частности, в ситуации с Романом Протасевичем, даже, насколько сама белорусская сторона подтверждает, были задействованы МиГи-29 с ракетами класса «Воздух-воздух». И, по сути, под риск, под удар попали и более 170 пассажиров, которые просто летели на этом «Боинге». Да, а как вы будете строить работу дальше? Или в России уже точно проект свернули? Лично для меня, как я воспринимаю, история последних лет – это очень серьезная такая трагедия. Мы, конечно, держимся, мы оптимисты, и мы стараемся не подавать виду, что мы находимся в таком очень подавленном состоянии. И, конечно, мы продолжаем свой проект, чтобы не бросать тех, кому нужна помощь и кому нужно спасти жизнь здесь и сейчас. Но если говорить в целом про мои ощущения и про мои суждения о происходящем в России, то, конечно, произошла огромная катастрофа. Если взять медведевский период с 2008 по 2012 год, то страна на тот момент попыталась каким-то образом разморозиться, немного демократизироваться и либерализоваться. Вы знаете, что именно при Дмитрии Медведеве был принят федеральный закон об общественных наблюдательных комиссиях, благодаря которым правозащитники, журналисты и просто общественники получили возможность посещения тюрем и проверки условий содержания. Принимался целый ряд инициатив. В правительстве, вы знаете, было создано открытое правительство. Но то, что потом произошло, если посмотреть и обернуться назад, произошло то, что те же самые ОНК были нейтрализованы, правозащитники и журналисты практически из них были изгнаны, никаких оппозиционных активистов в ОНК вообще не допускали. И на сегодняшний день ОНК – это такой, по большому счету, монолит абсолютно лояльных власти людей, которые готовы закрывать глаза на то, что они видят происходящее в застенках, на капы разработчиков, на актив, на сдипы, на вымогательства, на жестокие приемки и так далее. Это не значит, что мы должны опустить руки. Мы должны использовать любую возможность, чтобы разоблачать факты пыток и коррупции, и та же самая администрация Путина в любом случае на резонанс в СМИ, в паблике, она вынуждена реагировать. При этом надо также понимать трезво, что эта же администрация, эти спецслужбы, сами источники вот этих вот всплесков информации будут постепенно гасить и выключать, как они это сделали с ФБК, как они это сделали с Сибирь правовая, как они это сделали с открытой России и как они это, конечно, мечтают сделать с ГУЛАГу. Но надеюсь, что у нас хватит мозгов продолжать. И я надеюсь все-таки, что Европейский Союз, Европа нас не сдадут, не выдадут. И у нас будет, по крайней мере, возможность быть на свободе, иметь доступ к интернету и по возможности продолжать заниматься тем, что мы делали эти 10 лет. Спасибо. Это был Владимир Осечкин, руководитель проекта ГУЛАГу.нет. И вот эта организация заявила, что больше не будет присутствовать в России из-за давления и репрессий.